Оформление земель общего пользования, новый режим налогообложения, уборка территорий строительства и ремонт дорог. Информационные встречи с представителями СНТ проводятся один-два раза в год. Вопросов у дачников много. Отвечать на них удобнее с помощью социальных сетей, в том числе телеграм-канала. У нас таких садоводов-дачников почти 4 миллиона. И основная винная доля, которую составляют москвичи. Конечно, дотянуться информационно до такого человека можно сегодня средствами таких массовых коммуникаций, которые персонально могут дать эту информацию. Цифровизация СНТ – это реальность, над которой Союз дачников Подмосковья работает уже два года. Совсем скоро будет налажена обратная связь с каждым товариществом. В службе одного окна дачники смогут получить ответы на все вопросы. Кроме того, у каждого СНТ появится свой сайт. Сайт позволит, с одной стороны, сформировать единую нормативную базу для каждого СНТ, в которую будет входить протокол общего собрания, реестр членов садоводческого товарищества, перечень земельных участков, бухгалтерская отчетность. А также этот портал даст возможность проводить общее собрание в режиме электронного голосования. Один из самых сложных вопросов в повестке – оформление и переоформление загородной недвижимости. Например, перевод дома из садового в жилой. Перевод из садового дома в жилой – это серьезная история, которая позволит людям, в первую очередь, прописаться там. Второе – получить налоговый вычет на строительство жилого дома. И третье – получить особые скидки по тарифам электроэнергии, предусмотренным в СНТ. К 75-летию победы для ветеранов Великой Отечественной войны ряд услуг БТИ предоставляется бесплатно. Помочь с оформлением могут родственники. Варианта два – онлайн или по доверенности. Евгений Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Поставить.